Спасибо. Олег Ножечкин. Слышно меня, да? А, точно. Правильно. Меня зовут еще раз Олег. Мобильная кухня. Два слова про нас. Мы с 2005 года занимаемся мобильными сайтами. И сегодня я хотел сначала рассказать про то, как делать хорошие мобильные сайты, в чем будут какие-то ошибки. Но меня попросили подробнее остановиться на вопросе, зачем мы это делаем, как мы на этом зарабатываем и как можно вам помочь продавать мобильные сайты лучше. Ну, собственно, мы поговорим о том, что такое мобильный веб немножко, как он развивался и куда пришел, зачем вам этим заниматься, как вы можете убедить клиента, в чем есть специфика разработки мобильных сайтов и пару инструментов, которые можно использовать в помощь. Ну, мобильный интернет начался с вапа когда-то давно и за 15 лет он прошел большой путь. Ключевой момент был, на наш взгляд, в тот момент, когда появился айфон и потом чуть позже андроид, что дало большой толчок развитию мобильного интернета, пришло куча пользователей и пошел рост. Собственно, за эти 15 лет к 14 году количество мобильных пользователей в интернете превысило количество десктопных и произошла революция мобильной истории. И теперь мобильный веб – это обязательная история для каждого бизнеса вообще. И смотреть на Россию по статистике ТНС, мы видим, что у нас уже более 50 миллионов человек мобильные. Они выходят в интернет, используют мобильные телефоны. Ну, все наверняка используете сами. Если смотреть, с каких устройств выходит люди в интернет, мы видим, что пользователи, которые используют только десктопы, они падают. Но пользователи мобильные, они все время растут, особенно в последнее время. При этом, ну, меня удивляет, что сейчас у нас есть 10% пользователей Рунета, которые используют только мобильными устройствами и не пользуются десктопом. Соответственно, для этих пользователей, если у бизнеса нет мобильного сайта, то бизнес просто не видим для существенной доли этих пользователей. Если посмотреть подробнее на то, кто эти люди, то мы видим, что это люди, которые моложе, богаче и столичнее тоже больше в крупных городах находятся. И это еще раз существенная очень доля Рунета. Дополнительно в этом году подтолкнуло рынок мобильной поисковой системы, в частности, Google. Они объявили о том, что новые алгоритмы выдачи на мобильных устройствах повышают те сайты, у которых есть мобильная или адаптивная версия выдачи, а те сайты, у которых нет мобильной версии, они или пропадают вообще из выдачи или существенно нападают, что тоже важно для ваших потенциальных клиентов. В то же время Яндекс объявил о том, что тоже идет в сторону мобайла, и в Директе появилась возможность работать отдельно с мобильными пользователями, привлекать отдельно по этому каналу клиентов. Далее я хотел рассказать о том, зачем вам, студиям, идти и делать сайты для мобильных устройств. Во-первых, рынок уже готов, спромировался, и если раньше это было просто модно создать мобильный сайт, то сегодня это фактически обязательно. Если вы будете разрабатывать мобильный сайт, то вы приобретете эту экспертизу, и вы можете дополнительных клиентов приобрести. Мобильные сайты – это определенная ниша сегодня, и эта ниша растет. То есть если разработка обычных сайтов растет достаточно медленно, то мобильные сайты развиваются очень быстро, и это возможность для вас занять эту нишу, стать там экспертом и расти. Ну и опять же, это возможность больше заработать. Еще раз про рынок. Пользователей, как мы видели раньше по статистике, уже очень много. Лидеры отрасли, такие поисковики, дают явные сигналы, в том числе, если посмотреть конкретные лидеров бизнеса, то тоже уже у многих лидеров есть мобильная версия. Они дают сигнал, что это важно для них, значит важно и для всех остальных. Ну и многие клиенты к вам наверняка приходят и говорят, что им нужна мобильная версия или адаптивная, и уже это необходимость и достаточно просто клиентов убедить многих. Мобильная экспертиза, если вы будете делать мобильные адаптивные сайты, даст вам возможность конкурентного преимущества, вы сможете привлечь дополнительных клиентов, объективно вы сможете увеличить стоимость ваших услуг, среди других студий. Каким образом вы можете увеличить выручку с клиента при работе с мобильными сайтами? Ну, во-первых, вы можете разрабатывать адаптивные сайты, и в этом случае, поскольку разработка сложнее, клиенту это легко объяснить, клиент готов, если вы убедите, что ему нужен мобильный сайт, адаптивный, то он сможет вам больше заплатить. В то же время у вас наверняка есть клиенты, которым вы версии сайта и сделать еще дополнительную выручку на этом. Кроме этого, те клиенты, у которых есть мобильный сайт или поддержка адаптивная на сайте, вы можете, если вы занимаетесь еще рекламой, то вы можете дополнительно получить бюджет на рекламу мобильную. Ниши. Мобильный веб сам по себе достаточно, можно назвать нишей, но внутри него можно тоже найти какую-то нишу. Или можно делать просто адаптивные сайты или адаптивные лендинги. Тоже популярно для рекламы используется сегодня. Создание отдельных мобильных сайтов тоже мало компаний, которые на этом специализируются. Это тоже ниша, которая растет. Отдельная потенциальная ниша очень небольшая, но объемная по деньгам, возможно, это креативное решение мобильных, мобильная реклама. Использование таких возможностей в телефоне, как гироскопы или стирание, игры. Тоже это есть ниша такая, и можно туда идти, и она сегодня растет, на ней никого нет. Следующий момент. Каким образом мы можем убедить клиента, что ему нужен мобильный или адаптивный сайт? И какие обычные возражения бывают у клиентов, когда мы к ним приходим и говорим, вам нужен сайт мобильный. Ну, как убедить? Легко посмотреть, зайти в Яндекс.Метрику или в Google Аналитику, и в среднем вы увидите, что 30% доля мобильного сайта у кого-то чуть меньше, у кого-то там и больше, чем 50% доходит. Если сравнить по эффективности этих пользователей мобильных, то видно, что конверсия хуже, отказов больше. Мы это все показываем клиентам и убеждаем его, что у них есть мобильные пользователи, о них надо думать. Из этого следует, что те средства, которые они вкладывают в привлечение в рекламу, по этой рекламе приходят мобильные пользователи, но они не конвертируются. Соответственно, деньги, потраченные на рекламу, получаются потраченные на ветер. Они выпускают клиентов, значит, выпускают прибыль. Ну, еще один хороший аргумент – влияние на SEO. Google напрямую это заявил, другие поисковики, вероятно, уже учитывают, ну, или наверняка будут учитывать это в ближайшем будущем. И отсутствие мобильной версии или отсутствие готовности бизнеса к мобильным пользователям влияет на SEO. Ну, тоже хорошо убеждает клиента. Мобильный и адаптивный сайт – это удобство и лояльность пользователей, потому что пользователь приходит на сайт бизнеса, ему удобно, он не уходит, он доволен и лоялен этому бизнесу, все довольны. Ну, и еще, как момент, еще один раз, мобильный сайт дает возможность, дополнительные возможности по привлечению клиента. Есть специализированные площадки, где можно купить рекламу мобильную, где-то она дешевле, чем обычная, и там ваши клиенты могут найти дополнительную аудиторию. Очень часто бывает, что бизнес готов вложить деньги в рекламу, но он не знает, где набрать дополнительную себе аудиторию. Вот мобильный сайт дает такую возможность. Какие типичные возражения бывают у нас? Ну, в основном, ну, есть обычные возражения, такие же, как у сайта, что дорого очень или еще что-то, но в специфике мобильной нам часто говорят, а почему сделать надо сайт, а не мобильное приложение? Или клиент говорит, ну, у меня уже есть приложение, зачем мне сайт мобильный? Ну, как бы все хорошо. Или и так существующий сайт уже работает с мобильными пользователями, хорошо. Так, ну, если говорит, что почему не приложение? Часто спрашивают, приложение, его нужно установить, его нужно убедить еще пользователя, что его надо скачать. Если пользователь пришел к бизнесу на сайт за каким-то быстрым решением, он не будет устанавливать приложение. Поэтому он воспользуется сайтом, и если там не будет мобильной версии, то он уйдет просто. Разработать мобильный сайт, как правило, дешевле, чем разработка приложения, и приложение необходимо разработать под каждую платформу, как правило, а сайт сразу можно сделать, быстрее, и все пользователи мобильные будут довольны. Ну, еще момент, что нельзя через контекстную рекламу Яндекс.Директ завлечь конкретных пользователей уже в приложение на данный момент. Поэтому многие бизнесы по этому каналу не понимают, чем отличается приложение в привлечении. Часто говорят, что вот у нас уже есть мобильное приложение, и наши мобильные пользователи все должны пользоваться им, поэтому мобильная версия нам не нужна. Это не так. Мы можем посмотреть статистику опять у клиента, и наверняка вы увидите, что все равно мобильные пользователи приходят на сайт, у них есть отказы, и они не конвертируются в пользователей приложения, они их не устанавливают. Есть пример на Рифе Ламоды, рассказывал кейс, что они тоже так думали, они сделали классное приложение, и вложили кучу денег, мотивировали людей на установку этих приложений, и действительно многие установили, но все равно продолжали люди идти на мобильный сайт, который они сначала думали, что они будут развивать. Но пришлось это сделать, и по итогу у них получается, что через приложение покупают больше, но ненамного, то есть 52 процента всего продаж у них через мобильный сайт, и внутри мобильного разделения примерно пополам, то есть через приложение чуть больше. Доля мобильного веба очень большая. Дальше. Дальше про специфику в производстве. Ну, я хотел обратить внимание при производстве мобильных сайтов на такие моменты, как проектирование, работу с изображениями, внимание к скорости сайта, поддержка разнообразных разрешений и к тестированию. Начнем с производства, с проектирования. При проектировании мобильных сайтов самое, ну, основное учитывать требования к адаптивной верстке. Когда мы разрабатываем адаптивные сайты, необходимо понимать, что элементы должны адаптироваться под разные экраны. Второе. Необходимо знать и понимать, какие есть специализированные возможности телефона, что в телефоне есть возможность определения координаты пользователя, что интерфейс представляет из себя тач, что необходимо предусматривать возможности клик-ту-кола и другие возможности. Ну, еще такой момент. Сегодня есть модная такая тема, как material design. Это некий стандарт в проектировании, который двигает Google со своим фреймворком Polymer. Такие моменты могут быть вам полезны, как уже использование готовых, наработанных элементов проектирования и стандарты тоже в отрасли. При разработке адаптивных и мобильных сайтов важно работать. Важно оптимизировать изображения, чтобы они были максимально легкими и загружались быстро. можно работать с векторной графикой, что позволит тоже решить проблему отображения на разных размерах экрана без необходимости загрузки разных изображений. Следующий момент – это большая фрагментация устройств. Всегда встает вопрос, до какой степени необходимо поддерживать на конкретном проекте какие устройства. Ну, в этом случае мы всегда анализируем статистику клиента и смотрим и версии браузеров, и версии операционных систем. В зависимости от целевой аудитории у разных проектов получается по-разному. Где-то нужно достаточно старое устройство поддерживать, а где-то достаточно поддержать только современное устройство. Все зависит от целевой аудитории. Ну, не менее важно, как и при разработке большого сайта, но, возможно, и важнее для мобильных сайтов – это внимание к скорости загрузки. Это и оптимизация яоскриптов, и стилей, и настройки хостинга, чтобы все быстро отдавалось, внимание к размеру страниц и изображений. Ну, и тестирование. При разработке адаптивных мобильных сайтов важно иметь конкретно реальные устройства, чтобы тестировать. Если у вас не будет возможности тестировать на разных устройствах, то в итоге в результате ваш проект где-нибудь не будет что-нибудь работать обязательно, поэтому к этому надо быть готовым. Ну, конкретно это не наш, просто я картинку к запросу, но у нас порядка 30 устройств в офисе прямо есть, которые разработчики берут, смотрят. После выступления, потому что их лучше задавать микрофон, чтобы услышали те, кто будет записи смотреть потом. Окей, да. Ну, и переходим к некоторым инструментам, которые мы используем для помощи в разработке. О них тоже говорили вчера уже здесь. Google Mobile Friendly Test позволяет определить, насколько Google считает сайт мобильным или нет. Просто загружается туда URL сайта, и Google дает ошибки по данному сайту, если он не мобильный. Если через этот инструмент сайт не проходит, то, соответственно, данный сайт понижается в выдаче на мобильных устройствах, в выдаче Google. Тут такие моменты смотрят простые, как мелкий шрифт, контент, чтобы был не шире экрана, близко расположены элементы, которые сложно нажать, и несовместимые плагины, если на флэш сайт сделан, тоже не пройдет. Тоже инструмент от Google, это Page Insight, тоже наверняка знаете. Он примерно то же самое делает, но более глубоко он показывает, например, что JavaScript надо унести вниз, чтобы все отображалось на мобильном. И предлагает конкретные решения, где что нужно поправить, чтобы было лучше для загрузки на мобильных и для десктопа тоже. Еще один инструмент мы используем, это WebPageTest. Он позволяет выбрать скорость, с которой пользователь как будто загружает сайт, например, на 3G или на LTE, запустить этот тест, и потом он загружает видео, видно, как на определенной скорости, как загружается сайт. Тоже важно понимать, что сделали сайт, а он в течение минуты потом загружается. Очень плохо. Мы проверяем и делаем, чтобы было хорошо. Ну, мы на конференции Bittrex, поэтому тоже нельзя обойти вниманием возможности Bittrex, которые предложены для разработки мобильных сайтов. Это и современный bootstrap, который интегрирован в ядрок. Это возможность автоматического объединения скриптов и стилей, ускорение сайта через CDN, автоматическая оптимизация изображения, перенос JavaScript вниз страницы и готовый адаптивный дизайн, который в 15.5 вышел. Еще раз bootstrap. Вы можете использовать bootstrap прямо из коробки, он уже встроен, и верстать на нем ваши проекты. Двумя галочками вы можете объединить все стили и скрипты, что уменьшит количество запросов, выполнится требование Google для оптимизации, и все будет классно. CDN Bittrex позволяет автоматически уменьшать и оптимизировать картинки, тоже сжимает скрипты CSS и через облачный сервис доставляет все это до пользователей. Ну и готовый интернет-магазин новый. Тоже хорошая, очень удобная вещь, потому что уже специалисты сделали адаптивную верстку, и можно прям продавать, и как пирожки вот этот сайт. Все хорошо. В итоге, как вам заработать на мобилизации? Еще раз, мобильные сайты уже на сегодняшний день это необходимость, и все их делают. Если вы еще ими не занимаетесь, то уже пора. Включите в свои услуги мобильные адаптивные сайты. Вы можете новым клиентам продавать адаптивные сайты, зарабатывать больше. А для существующих клиентов допродайте им мобильные сайты, если нет еще. Ну и дополнительно предлагайте мобильную рекламу. Спасибо. Спасибо большое, Олег. А теперь можно задавать вопросы. Алексей. Салатист. У меня вопрос. Насколько дороже получается адаптив у вас для заказчика? Ну, мы вообще стараемся не делать неадаптив, то есть мы так специализируемся. Поэтому, если очень кто-то попросит, то мы скидку, наверное, не сделаем, за те же деньги продадим. Но глобально, может, там 50%, может, 25%. В зависимости от проекта. А насколько вообще трудозатратно сделать адаптив? Ну, по сравнению с обычным без адаптива под все устройства? Ну, проблемам надо проектировать просто более подробно, потратить, вложиться в проектирование сильнее на тестирование существенно. Ну, тоже больше надо тестировать. То есть сложно так выразить в чем-то, насколько сложнее. Здорово, когда мы разрабатываем сайты с нуля, да, уже учитывая адаптивность, мобильную версию. Но очень много проектов, которые сейчас требуют переработки, чтобы не понизиться в выдаче. И мы сталкиваемся с такой проблемой, что загружались на сайты. Вообще, картинки разных масштабов и прочих вещей, которые сейчас даже пережиманием, манипуляциями все равно достаточно серьезно подвешивают мобильную версию. Как вы решаете такие проблемы? Ну, вот или перезагрузить картинки все, ну, или есть решения, которые автоматически делают ресайз и в зависимости от ширины устройства, автоматически сервер выдает оптимизированную уже картинку. Но при этом у нас грузится в бэке, у нас все равно большие, огромные картинки грузятся, либо нет? Нет, он прямо на устройство выдаст маленькую, и все, и пользуются ничего больше. Ну, а сколько загрузки мобильной именно версии, она не упадет от этого, да? Ну, нет, это просто картинка, да, загружается. Максим Богомолов, 2 по дизайн. Скажите, вы используете в основном Bootstrap аналогичные фреймворки? Ну, на разных проектах разные фреймворки, просто Bootstrap мы понимаем, потому что у Bittrex его встроил, и он неплох. Практический вопрос, если, предположим, в мобильной или адаптированной под планшеты версии какие-то элементы должны оказаться совершенно не в тех местах, в которых предлагает разместить Bootstrap. То есть там у нас 12 колонок, которые объединяются в кратное количество, и они перепрыгивают по-другому никак. А нам надо что-то прямо вот радикально местами поменять. Как в таких случаях действуете? Ну, я на такой технический вопрос просто не специалист, но предполагаю, что как-то может. Еще вопрос. У Google Mobile Friendly и нижняя часть Page Insights, которая тоже посвящена удобству мобильной версии, это не одно и то же? Ну, они во многом дублируются, просто Mobile Friendly — это выжимка, которая только связана с тем, чтобы понять, определил Google, что он не Mobile Friendly или нет. Ну, иными словами, можно пользоваться Page Insights, и про Mobile Friendly вообще забыть. Ну, да. Все, понял. Здравствуйте, меня зовут Мария, и я хотела задать такой вопрос. Креативное решение для мобильной рекламы могли бы более подробно это как-то рассказать? Ну, да. Тут я имел в виду, что современные мобильные устройства позволяют работать с устройством, ну, не как с компьютером, а можно сделать мини-игру, там, или какую-то, которая будет использовать гироскоп устройства или возможность стирания. То есть мы недавно делали лотерею, которая будет… Пальцы можно стирать, защитный слой. Все это в рамках мобильного сайта. То есть это заказы уже, или вы сами какие-то вещи такие предлагаете, которые потом продвигаете? Ну, по-разному. То есть я говорил даже не больше не о том, что мы делаем. То есть я говорил о возможности для какой-то креативной студии вот пойти в такую нишу, научиться, ну, использовать это, придумывая там всякие анимации, 3D, что-то такое, и делать креатив на мобайле, потому что, ну, это востребовано. То есть это интересно для тех, кто хочет яркую такую-то рекламную кампанию сделать. И если это будет кто-то уметь делать, то это хорошо. Спасибо. Спасибо. Меня Андрей зовут Моделов. Вопрос. Когда отдельно делаете мобильную версию, предлагаете, да, а когда обходите там, ну, либо адаптивным дизайном, либо вьюпорт, вот есть технологии, да, CSS можно там как бы варьировать. Просто я так понимаю, что когда вьюпорт, то даже с мобильного девайса, когда заходишь, что все равно страница все равно как бы со всеми элементами приходит, а потом, возможно, там во вьюпорте подписываешь, что там какие-то блоки скрыть. То есть получается, как бы, ну, избыточный трафик. Вот такой вопрос. Какой критерий определить? Когда вот человеку, ну, клиенту нужно именно мобильную версию продать, как бы, а когда? Ну, если, есть разный бизнес, грубо говоря, для интернет-магазина, как правило, нет смысла, ну, разделить, отдельную версию, там, скрыть что-то, потому что что-то нужно не загрузить. Например, какой-нибудь банк, у него, ну, большая версия, она тяжелая, большая, много возможностей, которые для мобильного пользователя просто не нужны. Выбираются отдельные ключевые моменты, именно нацеленные на пользователя мобильного телефона, и уже делается упрощенная история. И тогда разумно сделать мобильную версию отдельно. Другой вариант еще, когда клиент только что потратил деньги и сделал сайт, не мобильный, не адаптивный, то, ну, тоже, еще раз переделать на адаптив, он не захочет. Тоже в таком случае можно сделать какую-то мобильную версию в дополнение к основному сайту. Ну, да, если вы на битриксе, конечно, да. А еще вопрос, который задал, по поводу тестирования на устройствах. Это вот дополнительных денег стоит, то, что там какие-то пакеты, есть расширенный набор устройств. Ну, в зависимости от того, какие жесткие требования клиент ставит по работе на устройствах, ну, от этого зависит стоимость разработки. То есть, если он говорит, мне надо, чтобы на всех устройствах вообще было, то, ну, окей, мы будем тестировать. Так мы ключевые моменты выбираем, ключевые устройства, и тестируем на них. Ну, в каком смысле? Сколько? Ну, современный айфон, там 4, 5, 6, андроиды какие-то там ключевые, блоки. Да, да, да. Ну, эмуляторы, естественно, тоже используем, но на живых устройствах все равно появляются другие проблемы. Тем, что, ну, вы получите скриншоты, да, но вы не проверите взаимодействие всего. Вопрос такой. Вот вы говорили о том, что выбор, так сказать, требований, да, к отображению на мобильных устройствах, ну, то есть спектр вот этих вот мобильных устройств, он определяется целевой аудиторией. К вам клиенты приходят с описанием целевой аудитории, либо вы ее, ну, как бы исследование делаете. Если вы, то какими методами, способами все это выделите? Ну, мы изучаем то, что клиент, и спрашиваем у клиента, естественно, какая целевая аудитория. Ну, и используем данные аналитики по существующему сайту. Смотрим, какие устройства просто приходят. То есть уже накопленная статистика именно по этому сайту. Понятно. Спасибо. Олег, спасибо большое. Я думаю, что все остальные вопросы можно будет задать потом немножко в кулуарах, скажем так. А мы переходим к следующему докладу. Сейчас. Продолжение следует...